Настало время главного боя нашей битвы! Поединок в категории до 83,9 килограммов. Встречайте в синий угол октагона бойца из Германии, город Кёльн, Ионас Пильштайн! Встречайте в синий угол октагона бойца из Германии, город Кёльн. Встречайте в синий угол октагона бойца из Германии, город Кёльна, Ионас Пильштайн сейчас проследует в клетку. А вот он на ваших экранах. Сразу видно настоящий немец. 20 побед, 5 поражений, 1 ничья его послушной список. Из 20 побед у него лишь 5 выигрышей по очкам, 5 побед приемами и 10 побед техническим нокаутом. Из 5 поражений он проигрывал 1 раз нокаутом, 2 раза приемами, 1 раз по очкам и 1 раз другим способом. Вот так вот. Такое тоже в ММА и бывает. Карьеру начал в ноябре 2009 года. Долгое время выступал в таких местных локальных немецких промоушенах. Пока не получил предложение от Белла Тора, известной американской организации, куда он попал с послушным списком. При 9 победах и 1 единственном поражении от Словака Антилы Вейга. Дебют в Белла Торе. Ионас Пильштайн проиграл, к сожалению, для себя с дисквалификацией. Но затем одержал победу над Майком Силом в мае 2012 года. Но в ноябре проиграл по очкам Перри Филкинсу. И на этом история с Белла Тором почти закончилась. Для Бельштайна свой последний бой в организации он провел против Кортеса Коумана и выиграл по очкам в ноябре 2013 года. Зато затем попал Йонас Бельштайн в Россию. Причем не просто в Россию, а в бойцовскую лигу ACB. Провел два поединка на ACB. Оба раза выиграл. На турнире ACB 62 победил гадщика Базиняна. Приемом. И победил на ACB 71 Алексея Бутурина. Приемом. Свой предыдущий поединок выиграл в сентябре на Кейдж Уориорс. Также приемом. А сейчас легенда. Я не побоюсь этого слова. Как бы это ни пафосно звучало. Но уже, я считаю, легенда российского ММА. Александр Шульменко по прозвищу Шторм. Который, в принципе, в таких подробных, долгих представлениях, наверное, не нуждается. Все его прекрасно знаете. Выходит Александр под песню Angels группы Within Temptation. Симфа рок-метал. Все как надо. А вот и нет. На этот раз Александр Шульменко поменял песню на выход. Но обычно он выходил как раз под то, что я озвучил. Мир полон сюрпризов. Итак. 56 побед у Александра Шульменко при 12 поражениях. Вот он. Движется в клетку. 40 побед досрочных. 31 победа нокаутом. 16 побед по очкам. И с 12 поражений 2. 2 поражения у него. Ударами 4, приемами 6 по очкам. Один бой был признан несостоявшимся. Александр Шульменко. Бывший чемпион и победитель гран-при Белла Тор. Вы прекрасно все это знаете. Карьеру начал в феврале 2004 года. Уже 14,5. Даже почти 15 лет. В ММА профессиональном Александр Шульменко. Но вот, к сожалению для себя, у Александра такая не очень приятная полоса в карьере. У него череда из трех поражений. В октябре 2017 года он до сих пор считаемым спорным. Некоторыми экспертами бою проиграл. Спорно проиграл по очкам Гегарду Мусаси. То есть есть люди, которые считают, что тот поединок Александр не проиграл на самом деле. Вот. Затем неожиданное для многих сенсационное поражение нокаутом, как выяснилось, очень крепкому бразильцу Бруну Силве. Случилось это на турнире М1 Челлендж 93. Нокаутом в первом раунде проиграл Александр тогда. И в октябре 2018 года последний, я так понимаю, по контракту с Беллатор поединок в этой организации Александр проводил против другого российского бойца, очень хорошего, кстати, бойца, бывшего чемпиона из Сибири Анатолия Токова и проиграл по очкам в том поединке. И вот сейчас нужно Александру, конечно, постараться закрыть, прервать, точнее, эту череду неудач. Дамы, господа, представляю вам участников главного боя турнира Russian Cage Fighting Championship. Синюглу, боец из Германии, город Кёльн. Ему 27 лет. Рост 185 сантиметров, вес 83 килограмма 900 граммов. Профессиональный рекорд 26 боев, 20 побед, 5 поражений, 1 ничья. Боец представляет бойцовский клуб-комбат-клуб Колобне, Йонас Бильштайн. Его соперник в красном углу ВС из России, город Омск. Ему 34 года. Рост 181 сантиметр, вес 83 килограмма 700 граммов. Профессиональный рекорд 68 боев, 56 побед, 12 поражений. Командант «Новый поток» Александр Шлеменко. Дрефери Маргана, Великобритания. Итак, Александр Шлеменко против Йонаса Бильштайна. Возраст, рост и вес бойцов на ваших экранах. Оба уложились без проблем в лимит среднего веса на 4 сантиметра выше Бильштайна и на 7 лет моложе. Бильштайн, в принципе, неплохо работает в стойке, но в последнее время предпочитает решать все вопросы в партере. Причем решать вопросы приемами. Да, срочно. Но у Александра намечается спад такой в его карьере. Три поражения подряд. Поэтому, да, ему нужно выходить из этого намечающегося штопора. Александр Шлеменко ярко выраженный ударник. Мы все прекрасно это знаем. У него хорошая база рукопашного боя и муайта, и кикбоксинга. Вот, пожалуйста, что я говорил про Бильштайна. Чуть что. Хорошая подсечка от Йонаса. И, смотрите, забирает он спину. И здесь можно попытаться выйти на удушающий прием сразу же. Стаскивает вниз Александр Шлеменко в очень неприятном положении. Александр Шлеменко сейчас находится очень тяжело ему и непросто. Сможет ли он расцепить этот захват? Мы видим, заправил ноги Бильштайн. Очень крепко вцепился в Александра. Ну, в общем-то, от Бильштайна этого можно было ожидать. Потому что Шлеменко с Токовым так же выглядел. Токов навязал ему борьбу. И Шлеменко выглядел не очень в этом бою. Марк Годдард делает замечание, точнее, предупреждает бойцов за неактивность. Он их поднимет в стойку. Пытается, пытается за... А, он еще на челюсть еще и давит. Бильштайн еще не просто пытается завести локоть под шею, но еще и давит на челюсть. В стиле Хабиба Нурмагомедова. Удалось Александру снять захват. Но тут же второй. Пора и попытка от немца. Вот такое чувство, что точно такая же позиция у них с Токовым была. Дежавю. Да. Будет бусовать трупа. Аккуратно. Вот все видишь, все молодец, все хорошо. Ну, Александру нужно дождаться подъема в стойку. Бильштайн, чтобы не подняли в стойку, мы видим, он проявляет активность. Постукивает по сопернику. Локоть, опасный локоть от немца сейчас был. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, Сай. Первый раунд сил еще полно у немца. Поэтому попытаться задушить он будет... Точнее, он все время будет пытаться задушить соперника. Две минуты прошло, Сай. Ну вот слева локоть правой рукой опасно. Вот в висок он уже пропускает. Да, да, да. И там такой бланшик намечается у Александра, по-моему, в районе левого глаза как раз таки. Александр пытается развернуться, но он его хорошо контролирует ногами. Застегнут ноги. Я говорю, контролирует ногами очень хорошо. Ох, непросто сейчас Шлеменко. Но смотрите, огрызается Саша. Даже заходят у него удары. И опять попытка придушить была. Я думаю, так и будет первый раунд действовать. Бельштайн будет опасно бить локтями. И при первой же возможности попытаться задушить соперника. Очень неплохо. Пока идет работа у Бельштайна. И очень непросто Александру Шлеменко. Тяжелая ситуация. Но Анимец пока уставать не собирается. Еще раз скажу, это первый раунд. Сил полно. Он прекрасно знает, что за боец Александр Шлеменко. Прекрасно знает, на что способен Александр. Бельштайн, как настоящий профи, естественно, изучал поединки Александра. Ох, как непросто Шлеменко. И не спешит пока Марк Годдард поднимать бойцов в стойку. Потому что есть определенная активность в партере со стороны немца. Ну и огрызается Александр. Так же, так же огрызается. И очередная попытка придушить была только что со стороны Йонаса Бельштайна. Но он пока пытается не задушить, а руку провести под подбородок. Но напрягает, все равно напрягает Александра. Напрягает, заставляет того опасаться, естественно, от этих приемов. Вот молодец, Саша отвечает, отвечает. Но сколько уже локтям пропустил в висок. Причем это тяжелые удары. Короткие тяжелые удары. Мы с тобой, коллега, уже отмечали, да, насколько опасны удары локтями. Особенно, когда это в висок происходит. Заканчивается первый раунд. Я думаю, что вот так он и закончится. Простите за тавтологию. Скорее всего, закончится в партере. Удалось, удалось немного перевернуться. Но ненадолго. А только распустил захват ногами и сразу же провернулся Шлеменко. Но не смог немножко как бы... Ионас вернул просто захват этот. Понял, что он Шлеменко удерживает только благодаря ногам, да. Вот вроде бы снизу Бельштайн, но позиция-то более выгодная у него. Так я немножко капитана очевидность добавлю. Вот, неплохо сейчас от Шлеменко под конец. Но тут вопрос еще такой... Насколько долго сможет держать такой захват немец? Ну что ж, первый раунд позади. И будем объективно, первый раунд, наверное, Бельштайн уходит. Скорее всего, да. Ждем второй раунд. На твой взгляд, коллега, ну понятно, что в углу у Александра грамотный специалист, да и он сам знает, что делать. Но тем не менее, твое мнение, что бы ты хотел из Александра увидеть во втором раунде? Ты знаешь, я просто вспоминаю бой Токова. Такое чувство, что это уже как бы закономерность. Он пропустил опять проход в корпус. Оказался у него соперник сзади. Мы с тобой уже отметили, это дежавю какое-то. То есть, это уже напрашивается вывод, что это не случайность. То есть, вот здесь Шлеменко нацелен на удар. Именно удар ногами или удар руками. И пропускает соперника в корпус. Спокойно, Саша, спокойно. Спокойно, не злите, не летите. Вот сейчас его призывают к спокойствию, и может быть правильно, потому что... Тут главное опять не пропустить соперника в ноги. Все время быть на щеку. Да. Стараться держаться на дистанции. Он заряжается на удар, и вот это иногда его подводит. И переключать внимание на это, соответственно, полностью. Но Бельштайн, естественно, пойдет в ноги. Я думаю, тут бабки не ходи. Но он понимает, что Шлеменко очень хороший ударник. Вот фирменный бэквист от Александра, но чуть-чуть не долетел он. Но он маленько не по делу. Бэквист хорош, когда противник идет. То есть, встретить его, да, да. А в догонку не очень. В догонку очень тяжело, да, ударить. Сейчас будет очень много Бельштайн двигаться на ногах, я подозреваю. Ему нужно... Стоять перед Шлеменко нельзя. Можно схавать просто плюшку из этих изображений, и все. А вот смотри, сейчас Бельштайн кинул руку, он даже в нее не вкладывался. Колено от Шлеменко. Хорошо Александр начинает второй раунд. Да. Хороший бэквист, но опять в догонку. Опять не нужно абсолютно. Вот. И видишь, сразу же, да. Он накрыл, накрыл Бельштайн от Шлеменко. О! Я чувствую этот накал страстей. Вот сейчас хорошо! Пытается его же оружием побить немца. Пока Александр действует без ошибок, душит. Есть шансы... Гильотина! Вышел на гильотину. Вот сейчас уже Бельштайн, он непросто и захват, очень плотный. Все! Александр Шлеменко. Давно он не выигрывал удушающими приемами, друзья. Побил немца его же оружием. Ох! Вот это да! Не совершил ни одной ошибки, связанной... Слушайте, ну эмоции заклёстывают. Я думаю, вы видите по публике. Эмоции просто заклёстывают. Александр Шлеменко. Российский боец прерывает свою серию поражений и одерживает, возможно, одну из самых важных побед в своей карьере, учитывая, насколько она у него долгая. Он сам говорил перед боем, что очень хочет в этом поединке попытаться перезагрузить свою карьеру. Я считаю, что это первый шаг перезагрузки и шаг достаточно удачный. Нет, ну это всё правильно, но с другой стороны Бельштайн даже около топов не был в Белатаре. И где был Шлеменко в Белатаре? Имена меняются, коллега. Бельштайн, кстати, выходил на этот поединок в качестве фаворита. Да. Вот так вот. Вот такие дела, серьёзно. Нам показывают как раз этот момент, когда Александр Шлеменко выиграл гильотиной. Вот давайте для истории посмотрим, когда последний раз Александр Шлеменко побеждал удушающим приёмом. Вот серьёзно. Не считая вот того, что мы видели сейчас. Я вам скажу. В 16-м году Вячеслава Василевского задушил. Как раз гильотиной. Ну, два года прошло, будем считать, что два года это давно. Не, на самом деле мы, конечно, очень рады за Александра, за его победу. Но в любом случае, огромнейшее уважение Йонасу Бельштайну, который создал проблемы Александру Шлеменко в первом раунде. Причём серьёзные проблемы. Итак, ждём официального объявления победителя. Я думаю, здесь всё понятно. Прекрасный вечер. ММА в Екатеринбурге. Russian Cage Fighting Championship. RCC 5. Да, я думаю, те зрители, которые пришли вживую посмотреть, не пожалели, да. Начиная от самого вот светового шоу и заканчивая боями, атмосферой вот здесь. Слушаем Дмитрия Ракова. Здравствуйте, на секунде второго раунда. Победу удушающим приёмом одержал Александр Шлеменко. Добрый вечер, друзья. В первую очередь хочу поздравить с юбилеем, это пятый юбилейный турнир команду RCC. Также благодарность моя, что и мне очень приятно, что я стал частью этого юбилея. И спасибо всем организаторам за то, что дали возможность так ярко вернуться и здесь выступить. Ну а также всем тем, кто меня поддерживает, кто верит в меня. Вместе мы сила и дальше больше. Всех благодарю. Ну что ж, дорогие друзья, юбилейный турнир Russian Cage Fighting Championship завершился. Мы благодарим вас за вашу поддержку, за ваше участие. Поздравляем всех с наступающим Новым Годом и до встречи в Новом Году! Итак, хочу сказать спасибо всем, без кого этот вечер не состоялся бы. Организатор турнира «Русская медная компания», генеральный продюсер и режиссер Фёдор Муратов, исполнительный продюсер Глеб Бурганов, художник по свету Сергей Москалюк, продакшн телеклуб. С вами смотрели и комментировали этот прекрасный вечер Алексей Уралец, Валерий Ефремов, а также Александр Камельков. Дорогие друзья, до свидания, до новых встреч. Всем пиз!